Это внешнее проявление. Разум – это явление внутреннее. Обозначим action – действие, как P, обозначим chi как I, и разум как V. Сила рождается в разуме, поэтому, чтобы развивать силу, нам нужно развивать разум. Чем сильнее мой разум, тем больше моё chi, тем больше моя сила. Развитие в таком направлении и называется внутренними искусствами. Есть и другое направление развития, в котором упор сделан на действие, чтобы защищать себя. Такое изучение применяется в Шаолине. Поэтому монахи Шаолин считают, нет, мы сначала разойдём физическую сторону, а затем уже перейдём к внутренней. Во внутреннем стиле развитие идёт от внутреннего к внешнему. Во внешнем стиле – от внешнего к внутреннему. Это разные подходы, но цель у них одна и та же. Повторю ещё раз, это разные подходы, но они стремятся к одному и тому же. У них одна и та же цель. Также для многих людей является загадкой, в чём разница между цигун и нейгун. Когда мы говорим о разуме, например, о том, как мы используем разум для того, чтобы управлять ци. В этом случае считается, что мы говорим о нейгун. Цигун посвящен тому, как мы развиваем наше ци. То есть это и физическое развитие тоже, то есть цигун – это термин более общий. Цигун – это общее слово, которое обозначает изучение и практику ци. Его можно разделить на нейгун и вайгун. Вайгун – это физическая сторона развития, а нейгун – это психологическая и умственная сторона. Но часто слово нейгун используется, когда речь идёт и о боевых искусствах. Специалисты по цигун используют термины «внутренний эликсир» и «внешний эликсир». Найдан и вейдан. В боевых искусствах вейгун – это физическое воздействие. И внутреннее развитие, то, как разум влияет на ци, называется нейгун. То есть слово нейгун типично и популярно именно в среде боевых искусств. Это чтобы вы не путались, потому что часто, например, можно услышать, что нейгун – это цигун. И да, нейгун – это цигун, но вот цигун – это не обязательно только нейгун. Нейгун – это основа, которая позволяет ци проявляться и физическим способом. Поэтому есть, например, такая область, как боевой нейгун. Это целая теория о том, как нейгун может помочь в бою, как стоит развивать свой разум. И как эти знания, знания нейгун, использовать на практике. Например, как использовать ци, как использовать различные типы циркуляции, ци в нашем организме. Как использовать ци для удара по точкам акупунктуры. Как направить ци в ноги, чтобы, например, выше подпрыгнуть. Как при помощи ци защитить свое тело от удара или от увечья. Все это – боевой нейгун. Часть 2. Теория нейгун. Давайте перейдем ко второй части нашего DVD-курса. Во второй части мы рассмотрим теоретические основы нейгун. Перед тем, как начать использовать ци, перед тем, как мы начнем разговор о тренировках, нам нужно понять основы. Как работает ци, как эта энергия представлена. И лишь в четвертой части, потом мы сможем поговорить о применении ци. Очень важно понять, как ци циркулирует в теле человека. Это крайне важное фундаментальное знание. Как я уже раньше объяснил, у тела есть две полярности – верхняя и нижняя. Эти две полярности создают центральную энергетическую систему тела. Если эта система настроена, и ци у человека в избытке, он может применить это ци и во внешнем мире. Тогда вы сможете эффективно применить и продемонстрировать эту силу. Вы используете и разум, верхний дянь-тянь. Позже мы поговорим о том, что такое количество и качество проявления ци. Итак, думаю, вы уже примерно представляете себе, что такое две полярности в теле человека. Мы уже говорили о том, что это два важных элемента, которые функционируют как одно целое. То есть ци и разум – это единая система. Если разум стабилен, то и ци стабильно. Если же стабильности нет в разуме, то нестабильно и ци. Поэтому нам нужно разобраться, что это за принцип. Давайте представим, что перед нами мозг. Обозначим его. Вот перед нами мозг организма, и его окружает лимбическая система. В самой лимбической системе клеток мозга нет. Зато у этой системы есть память. Внутри мозга есть пениальная железа и питуитарная. Они отвечают за выделение гормонов. Важно понимать, что этот разум и считается активным сознанием. Именно им мы, грубо говоря, и думаем. Именно с помощью активного сознания мы лжем обманываем и скрываем правду. Эмоции кроются вот тут. Центр более нейтрален. Это подсознание. Если ваш разум акцентируется не на активном сознании, а на подсознании, то все эти помехи и по эмоции можно приглушить. Если разум остается в центре, то и ци остается в центре. Ци остается сбалансированным. Если я о чем-то думаю, то ци устремляется в эту точку и выходит через нее. Например, я думаю о том, чтобы поднять свой карандаш. Ци устремляется в эту точку, карандаш поднимается, а ци высвобождается. Как вы понимаете, именно поэтому мы ищем центр и точку равновесия нашего сознания и разума. Позже мы еще подробнее разберем эту схему. Тело складывается из меридианов, например, из заднего срединного меридиана и соединяющие меридианы. Поговорим о заднем срединном меридиане. Задний срединный меридиан отвечает за защитные ци. То, как этот меридиан может растянуться, то какой баланс он может достичь, зависит от ци. От ци в центре. Если ци в избытке, то этот ци может применяться и на более высоких уровнях. Если этот меридиан становится шире, то этот становится выше. Образуется духовный треугольник. Две схемы сходятся в одной точке. Вот это и это одно и то же. Вот это основание – это скопление ци. Эта часть – физическая жизнь. А это разум, духовная составляющая. Человеческое тело состоит из двух составляющих, из двух элементов. Повторяю еще раз. Этот меридиан дает нам баланс, а этот позволяет обрести центр. Балансы центра являются элементами одной цельной системы. Поэтому эти два элемента действуют как один. Точно так же, как и в этой схеме, эти два центра действуют как один. Если вы поймете эти две полярности, научите их стабилизировать, то научите сохранять энергию в центре и обретете нужный контроль. Мы будем учиться этому контролю, так же, как эмбрионы учатся дышать. Я выпустил DVD по эмбрионическому дыханию. Оно называется «Понимание Цигон-3». В DVD есть книга. Взгляните на нее, если вас заинтересовала эта схема. Если ваш разум будет сбалансирован, то будет сбалансирована и ваша ЦИ, и вы сможете контролировать свою жизнь. Если разум хаотичен, то тогда не вы контролируете жизнь, а жизнь контролирует вас. Вы можете изменить этот порядок и начать контролировать жизнь при помощи подсознания. Ученые как-то провели эксперимент. Эксперимент, который показал, что подсознание реагирует на события на 6 миллисекунд быстрее, чем активное сознание. Когда я хочу поднять или опустить руку, подсознание отдает сигнал на 6 миллисекунд раньше, чем вообще в моем активном сознании появится соответствующая мысль. Этот эксперимент проводился в Англии. Он показывает, насколько подсознание сильнее, чем активное сознание. Подсознание выходит за рамки привычного нам реального мира. Оно по-прежнему за рамками нашего понимания. И именно при помощи подсознания мы можем обрести контроль над Духом. В Дао Дэ Джинг подсознание называется местом пребывания Духа. Потому что мозг состоит из двух полушарий, из двух частей. Эти полушария имеют вот такую форму. Пустое пространство между ними называется Духовной долиной. В западной медицине этот орган называется резонансной камерой. Почему у всех животных есть вот такая вот прослойка между полушариями мозга? И зачем в мозге есть вот это вот пустое пространство? Ученые этого не знают и не понимают. И лишь в 60-х годах появились первые догадки и теории о том, что эта пустая прослойка нужна для создания резонанса. Получается, что мозг это что-то вроде радиоприемника. И разум людей, если настроить их на одну и ту же частоту, могут друг с другом взаимодействовать. Большинство людей не могут этого достичь. И не могут этого делать, потому что их третий глаз закрыт. И вот в этом центральном промежутке и расположено подсознание. Каждый раз, когда ЦИ выделяется из вашего организма, то ваш дух ослабляется. Именно это сегодня происходит практически с каждым. В реальном мире слишком много отвлекающих факторов. Слишком много эмоций. Слишком много, что воздействует на нас. Из-за всего этого стресса дух людей ослабляется. Но Нейгун позволяет этот стресс преодолеть и побороть. Нейгун — это тренировка духа, разума и подсознания. И в иерархии Нейгун дух занимает высшую строчку, высшее место. Считается, что если мы можем управлять духом, то мы можем достичь чего угодно. Нижний потенциал тоже очень важен. Если мы можем контролировать свой разум, то энергия сохраняется внутри нас. Она никуда не исчезает. Если же контролировать себя мы не можем, то энергия будет рассеиваться. Это две полярности. Если мы можем их контролировать, то мы можем контролировать и свою жизнь, и свою энергию. Мы уже разобрались с полярностями. Теперь поговорим о дань-тянях. Это, образно говоря, три батарейки. Три батареи, которые у нас есть. В дань-тянях хранится энергия высших уровней. Дань-тянь — это словно поле, на которой мы можем что-то сохранить и вырастить. Но из трех дань-тяней, по сути, на самом деле, лишь один может выделять ци. Остальные два дань-тяня — это лишь, по сути, батарейки. Один дань-тянь может создавать ци, два других — нет. Они могут лишь сохранять энергию. Первый — это верхний дань-тянь. Вообще, весь мозг — это верхний дянь-тянь. В нем нет какого-то отдельного участка. Нет. Весь мозг — это дянь-тянь. Мозг у нас в голове — это, по сути, то же самое, что и костный мозг в костях. Это электроплазма. То есть у этого материала очень низкое сопротивление. Поэтому мозг хорошо проводит и накапливает электроэнергию. Итак, это верхний дянь-тянь. На западе его называют головной мозг. Диафрагма считается вторым дянь-тянем, срединным дянь-тянем. Почему диафрагма считается срединным дянь-тянем? Потому что верхняя и нижняя части диафрагмы — это соединительные ткани. Эти соединительные ткани плохо проводят электричество. Но роль они выполняют то же самое, что и верхний дянь-тянь. Просто меняется тип электрической активности. Соединительные ткани у диафрагмы — это плохие проводники. Но вот сама диафрагма хорошо проводит электричество. Представьте, хороший проводник изолирован двумя плохими. Это батарея. Именно поэтому диафрагма — это срединный дянь-тянь. В Китае считается, что в этом дянь-тянем хранится огненный ци. Название такое, потому что считается, что это ци эмоций и возбуждения. И это ци связано с послеродовой эссенцией. Что такое послеродовая эссенция? Это воздух и еда. Воздух и еда могут создавать огонь. Например, воздух. Например, вы отправились в бассейн, в воде которого высокое содержание хлора. Это кислота. И после плавания вы чувствуете жжение. Такое жжение обычно и ассоциируется со срединным дянь-тянем. Или, например, если вы едите острую еду, тогда тоже может возникнуть жжение. Еще одной причиной может быть недостаток сна. Если срединный тянь в огне, если вы чувствуете жжение, то под нагрузкой находится и ваше сердце. Вот оно. Сердце бьется быстрее, оно сильнее изнашивается. То есть, например, острая еда, получается опасно для вашего сердца. Она вызывает высокое давление, вызывает учащение сердцебиения. Любой алкоголь также негативно влияет на вас. Все, что вызывает жжение, опасно и вредно для сердца. Если сердце бьется быстрее, то вот этот участок – зобная железа. Китайцы это место называют сюньсянь. В 1996 году ученые подтвердили, что этот участок организма связан с нашими эмоциями. Когда мы чувствуем эмоциональный стресс, когда сердце бьется быстро, в этом участке мы чувствуем боль. Все потому, что выделяется ненормальное число гормонов. Все эти три органа, все эти три элемента организма связаны друг с другом. Поэтому не стоит считать, что срединный дянь-тянь – это лишь диафрагма. Это не так. И не стоит путаться, когда вам говорят, что срединный дянь-тянь – это диафрагма, или это только сердце, или это только железо. Каждый из тех, кто говорит таким образом, он прав, но не до конца. Именно поэтому важно разобраться в том, что такое срединный дянь-тянь, и что в него входит. Огонь сам по себе, он плох или хорош? Если уметь его применять, то он хорош, конечно. Потому что огонь – это концентрация энергии. А где же ци-воды? Ци-воды тут. Это более спокойная энергия ци. Она хранится в большой и малой кишке. Или антеральная нервная система. Это ци-воды. И многие буддисты и философы хотели усилить это ци-воды. Они пытались усилить ци-воды за счет уменьшения ци-огня. Они пытались насытить мозг энергии водяного ци, так чтобы мозг был более спокойным и менее эмоциональным. Чтобы эти люди могли достигать более высоких уровней духовности. Итак, это были три дянь-тянья. Какой из этих дянь-тянь на самом деле создает ци? Конечно, есть ци-огня, однако на самом деле ци тут получается за счет соединения еды и воздуха. Верхний дянь-тянь активизируется и насыщается двумя другими. Ци-водном дянь-тянья образуется за счет преобразования жира в воду. Об этом преобразовании мы тоже с вами поговорим. Вы научитесь усиливать водные ци в своем теле. Мы поговорим о разнице в водном и огненном ци. При усилении огненного ци в нас накапливается больше жира. Усиление водного ци делает нас стройнее и красивее. Итак, повторюсь, этот дянь-тянь – это аккумулятор, это батарея, а два других дянь-тянья – это конденсаторы. Они и сохраняют энергию ци, и потребляют ее. Чтобы разобраться в системе ци в организме, вам нужно сначала понять, почему меридианов 12. Существование 12 меридиан уже доказано. Их называют 12 ее основными каналами. Их можно сравнить с реками. Есть 6 каналов янь и 6 каналов инь. Три янь-канала и три инь-канала расположены в пальцах. Что касается тела, помните, мы говорим, диафрагма отделяет верхнее тело от нижнего. Верхнее тело – это легкие, это перикардий, и это сердце. Нижнее тело – это печень, почки и селезенка. Обо всем об этом в деталях мы говорить не будем. Всю эту информацию вы можете найти в курсе Цигун-1. Итак, каждый канал – это река. У каждой реки есть притоки. Их мы называем потоками. Эти оттоки и потоки распространяют ци по телу. То есть энергия течет вот таким вот способом – по меридианам. Оттоки распространяют энергию от основных каналов, от рек, по всему телу. По этой причине оттоки и потоки движутся вот в таком горизонтальном направлении. А реки, основные каналы, вертикально. При горизонтальном движении энергия ци поступает в мускулы. Например, при помощи ци я хочу насытить энергией мое тело. Какое дыхание я использую? Я хочу, чтобы ци распространялось вбок, по потокам, и попало в мускулы. Если я этого делать не буду, то ци продолжат циркулировать в основном именно по центральным каналам, по центральным рекам. И мускулы не будут насыщены энергией. Именно поэтому дыхание – очень важная составляющая работы с ци. Итак, есть 12 главных каналов и сотни различных каналов второстепенных. Очень важно понять и разобраться с работой и значением каждого канала. Следующая важная тема – это 8 сосудов. Эти сосуды считаются хранилищами. Это такие же резервуары, как пруд, как дамба, как озеро. Точно так же, как в водоемах хранится вода, в них хранится энергия. И эта энергия тоже потом попадает в реки, в основные каналы. Именно по этой причине 8 сосудов так важны. Ведь если 8 сосудов хорошо работают, и они полны, то у человека много энергии, и его тело лучше работает. Например, возьмем малый круг кровообращения. Позже мы о нем поговорим подробнее. Это важная составляющая боевой подготовки. В Индии малый круг кровообращения называют микрокосмосом. Почему? Почему он так важен? Как раз таки из-за 8 сосудов. 8 сосудов – это 4 сосуда янь и 4 сосуда инь. Опять же, они сбалансированы между собой. Я попытаюсь вкратце описать вам суть этих сосудов. Первый сосуд – это сосуд Женмай. Он проходит от самого рта до промежности. Это так называемый концептуальный сосуд. Что такое концепция? Что означает это слово? Это ответственность. Этот сосуд отвечает за 6 каналов инь. Помните, у тела 6 янь каналов и 6 каналов инь. И этот сосуд отвечает за 6 каналов инь. Так что вот такие вот движения помогают открыть этот сосуд. Это хорошее упражнение. Когда мы чувствуем давление на наши органы инь, что мы делаем? Мы растягиваемся, и нам становится лучше. Это натуральная, естественная реакция организма. От промежности до верхней части рта. Это управляющий сосуд, или дэймэй. Этот сосуд контролирует 6 янь каналов. Теперь вы уже понимаете, насколько важны эти сосуды. 6 каналов инь и 6 каналов янь насыщают ци, все тело. То есть ци беспрестанно циркулирует по этим двум сосудам. И от избытка энергии в них зависит здоровье человека. Эти сосуды насыщают ци, органы и все тело. Они служат основой для взаимодействия мускул и сухожилий. Если вы хотите развить свои мускулы и сухожилия, то очень важно в таком случае для вас научиться правильно использовать и развивать этот круг циркуляции энергии. В китайской акупунктуре широко используются эти два сосуда и 12 основных каналов. Они широко применяются в медицине. Часто их даже называют иным термином. 14 каналов. 12 основных каналов и 2 сосуда. И опять, мы видим разные элементы, которые взаимодействуют друг с другом, как единое целое. Мы видим два сосуда, которые тесно связаны друг с другом. Это два разных элемента, которые выполняют одну и ту же функцию. Ранее мы говорили о том, что у тела есть две полярности, и их связывает соединяющий сосуд. Сквозь этот сосуд энергия проходит очень быстро. В традиционной медицине этот сосуд называется спинным мозгом, и сигналы по нему проходят практически мгновенно. Этот элемент активируется в ночное время, когда мы спим. В дневное время активен внешний круг. Поговорим теперь о деревьях. Днем жизненная сила деревьев и растений движется вверх и наружу. Например, утром мы видим, как цветы обращаются к солнцу, поднимаются и раскрываются. С заходом солнца энергия возвращается обратно, в центр. То же самое происходит и у людей. То же самое происходит и у рыб. В 90-х годах было проведено исследование. Ученые пытались понять, почему рыбы ночью не спят. Рыбы ночью по-прежнему плавают, хотя света нет. Так как же рыбы не сталкиваются друг с другом или не ударяются о камни? Ученые попытались выяснить, как это происходит. Я в своей книге по эмбрионическому дыханию детальнее указываю, что это были за исследования и кем они проводились. Итак, вот рыба. Итак, я рисую, конечно, непрофессионально, но понятно, что это рыба. Вот я дорисую глаза. Итак, оказалось, что днем энергия рыбы концентрируется в основном снаружи. То есть плавники и хвост рыбы двигаются очень быстро. Но вот ночью энергия рыбы перетекает в центр. Энергия возвращается в центр, и двумя центрами концентрации энергии становится мозг рыбы и ее кишечник. Точно так же, как и у человека. Эти центры создают электромагнетические поля. За счет этих полей рыбы ощущают, что вокруг них происходит, хотя они и не видят окружающий мир. Мы тоже так умели, но разучились. Это одна из причин, по которой мы пытаемся развить в себе третье око. Итак, ночью энергия возвращается в центр нашего тела. И именно поэтому эпифис и гипофис мозга выделяют гормоны по преимуществу именно в ночное время. Надпочечная железа тоже выделяет гормоны ночи. И мужские половые железы тоже производят гормоны ночи. Когда энергия возвращается в центр нашего тела, мы быть физически активными просто не можем. Мы расслабляемся, а энергия возвращается в центр. За счет чего? За счет дыхания. Когда мы выдыхаем, энергия выходит наружу. Когда вдыхаем, энергия входит в нас, внутрь. Когда люди смеются, они выдыхают гораздо больше, чем вдыхают. Во время смеха энергия выходит наружу. И наоборот, когда люди испуганы, или когда они в печали, они делают судорожные глубокие вдохи. Дыхание – это, конечно, очень важная часть и цигуна, и нейгуна. В нейгун мы говорим о внутреннем искусстве. Есть даже старая мудрость. Она гласит «Хэнь ха» – два звука. Это секрет дзинь. Ммм, это вдох. Ха – это проявление силы. Один звук выражает инь, другой – янь. Звуки в сочетании с дыханием создают очень сильный эффект. Ночью энергия возвращается в центр. Ночью мы лежим неподвижно, мы отдыхаем. Опоясывающий меридиан не активен, потому что мы лежим. Но если мы встанем, он начнет действовать. Он начнет быть активным. Каждый раз, когда мы встаем и удерживаем тело в равновесии, он работает. Этот меридиан – дневной, этот – ночной. Это янь, потому что энергия выходит наружу. И, как я говорил ранее, этот меридиан связан с центром. Если центр силен, то силен и он. Тогда сильна защитная ци. Тогда сильна аура. Сильна иммунная система. Поэтому эта часть важна. Если центральная энергия высока, то сильно все тело. В противном случае оно становится слабым и болезненным. За счет этих двух меридианов складываются два самых важных элемента человеческого тела. Один вертикальный, другой горизонтальный. Также по каждой ноге проходят два канала инь и янь. Это парные меридианы инь и янь. Инь цяо, янь цяо, инь вэй, янь вэй. Они проходят по левой и правой ногам. Самый важный элемент – это пересечение этих меридианов. Он находится в промежности. Вся система каналов инь тело сходится в одной точке. То есть у тела есть четыре инь меридиана. Все они сходятся в одной точке. И для нас эта точка – это, по сути, способ управления всеми четырьмя каналами. С помощью этой точки мы можем контролировать энергию, то усиливая, то ослабляя ее. Например, промежность. Когда мы смеемся, наша температура поднимается. Высвобождается энергия. Мы выталкиваем из себя воздух, выделяем энергию. Когда же мы вдыхаем, когда мы набираем энергию в себе, нам становится холодно. Эта точка называется цяомэнь. И она широко используется в боевых искусствах. И умение управлять этой точкой, этим пересечением – это одно из самых важных и сокровенных знаний. Сейчас мы поговорим об углублениях ци. Если вы поймете, в чем суть этих точек, этих углублений, вы поймете суть акупунктуры и того, как она вообще работает. Наше тело защищено тремя изолирующими слоями. Кожа – она плохо проводит электрический ток. Жир – тоже. Наконец, фасция тоже плохо проводит электричество. Под фасцией находится мускулы. Мускулы хорошо проводят ток. Электрический ток также возникает внутри тела. При воздействии тока с сопротивлением поднимается температура. Это температура тела. Тело – это словно дом, покрытый изоляцией. Если изоляция будет абсолютно полной, то появится проблема, потому что нет циркуляции, нет обмен. Люди внутри дома просто задохнутся. Поэтому некая циркуляция все же нужна. Поэтому в доме есть окна и двери. Какие-то больше, какие-то меньше. Также и с участками тела. Они тоже разные. Поэтому в теле есть углубления. Можно сказать, что это аналог окон и дверей в доме. Ну и что же это за углубления? Эти углубления, эти точки – это отверстия, но не физически, не в буквальном смысле, а в энергетическом. В книге по биоэлектричеству, написанной доктором Беккером, есть часть, посвященная акупунктуре. Там речь идет о так называемых углублениях. Что это за углубления? Эти точки обладают иной электрической активностью. Электропроводимость в этих точках очень высока. И при удалении от этой точки электропроводимость стремительно уменьшается. Вот поверхность кожи, ниже меридиан или канал. И в этой точке электропроводимость высока. В соседних участках она уменьшается. И так как электропроводимость выше в этой точке, то и нервы в ней более чувствительны. Помните, сигналы в нервах передаются за счет электрических импульсов. Поэтому, если у вас проблемы с циркуляцией ЦИ, доктора исследуют именно ЦИ углубления. Если циркуляции нет, то энергия закупоривается в этих углублениях. И из-за этого нервы в точках становятся более чувствительными. И доктор пальпирует канал легких углубления за углублением. Если вы чувствуете боль в углублении, то доктор понимает, что в этой точке ЦИ-каналы закупорились. И он вводит иглу, чтобы стимулировать циркуляцию. Чтобы ликвидировать образовавшуюся закупоренность. И с энергетической точки зрения получается, что эти точки – это углубления, это отверстия. Но физически эти отверстия не видны. Это проблема. Поэтому западная медицина упустила эти точки, потому что они не видны. Все потому, что западная медицина строится на принципе «мы верим в то, что видим». Если мы не видим, мы не верим. По крайней мере, таким был основополагающий принцип ранее. Теперь он начинает меняться. Итак, сколько же в теле таких углублений? Их более 700. И спереди, и сзади. Это не окончательное число. Поиск продолжается. В последние 40-50 лет было найдено очень много новых точек. 700 точек насчитывается лишь в традиционных подходах. В других книгах по аквапунктуре этих точек куда больше. В одном только ухе таких точек 108. Кажется, что ухо – такой маленький орган. Как там может быть 108 точек? Но все тело – это цельный организм. Это цельный объект. Так же, как и в доме. В доме окно есть с одной стороны, есть окна и с других сторон. Если мы откроем только одно окно, то необязательно будет циркуляция воздуха. Но если мы откроем два окна, то возникнет воздушный поток. Потому что дом – это целостный объект, точно так же, как и тело. Именно поэтому данные точки взаимосвязаны друг с другом. Итак, 700 углублений – 700 точек. Из этих 700 точек есть 108 углублений, на которые мы можем воздействовать, например, пальцами. Мы можем надавить или ударить по этим точкам, чтобы воздействовать на меридианы, чтобы воздействовать на циркуляцию Ц. Такое воздействие – это важный элемент аквапунктуры. И, например, часто при лечении младенцев или очень маленьких детей мы не можем использовать иглы для аквапунктуры. Дети маленькие, они боятся боли. Если мы вставим иглу, ребенку станет больно, он заплачет, напряжется, игла может сломаться внутри тела. Поэтому иглы использовать нельзя. Но у детей энергия Ц куда активнее и сильнее, чем у взрослых. Поэтому используют эти 108 точек. Эти точки очень важны. При их использовании мы можем воздействовать на циркуляцию Ц. и можем регулировать баланс энергии в теле. Но также эти 108 углублений, эти 108 точек используются и в боевых искусствах. Из этих 108 точек 72 не играют жизненно важной роли. Но 36 других очень важны. Эти 36 точек делятся на 12 секций. В каждой секции 3 жизненно важных точки. В китайской традиции 24 часа в сутках делятся на 12 секций. Например, время полдень. В это время активные точки ци ци цюань, цю вэй и точка на спине лингтай. Эти три углубления крайне важны. Удары по ним в полдень могут привести к инфаркту. Итак, эти 108 точек относительно большие. На них можно воздействовать пальцем. Остальные точки куда меньше по размеру, и на них воздействуют иглой. К тому же, многие из них расположены глубоко, и нужна игла, чтобы точно воздействовать на углубление. Палец по размеру воздействия, по площади воздействия, конечно, куда больше, чем игла. Я могу надавить большим пальцем на точку Нейгуан, и уже ощущаю воздействие. Итак, 700 точек, 108 из них считаются относительно большими. Из этих 108, 72 точки считаются большими. И 36 точек считаются самыми большими. Эти 36 точек – это основные углубления, это основные точки. И эти точки позволяют телу активно высвобождать и накапливать С. И в этих 36 точках есть 14 очень важных. Эти 14 точек позволяют достаточно эффективно контролировать и управлять энергией тела. Поэтому эти 14 точек – это важная составляющая цигуна и боевых искусств. Если вы специалист по цигун или по боевым искусствам, вам обязательно нужно знать 7 энергетических центров человека. В Китае они называются дуй-сюэ, а в Индии – чакрами. Не знаю, почему именно. Я не эксперт в индийской йоге. Почему эти центры так важны? Именно на их счет в теле и создается общий баланс ци. Давайте я покажу это на схеме. Вот перед нами тело. В нем есть основные центры баланса. Как вы думаете, какой из них первый? Помните, мы говорили о зародышей и эмбрионах? Мы говорили о двухполярностях. Так что первые два центра – это два центра полярности. Эти два центра и образуют первую основную линию, за счет которой и создается структура энергетического тела человека. Эти две точки – это темя, а также промежность. С их помощью образуется центральная линия. Что же далее? И тут я уже пускаюсь в догадки и размышления, потому что на эту тему нет древних трактатов. Я думаю, что следующая точка находится вот тут. Вот в этой области. Спереди – инзяо. Сзади – мингмэнь. Мингмэнь переводится как «дверь жизни». Она используется в основном круге циркуляции. Запомните эту точку. Точка расположена между позвоночными дисками L2 и L3. Позже я покажу, где она находится. Теперь третья полярность. То есть была первая вертикальная, нижняя – горизонтальная, и теперь верхняя – горизонтальная. Это третья полярность. Идишь и четвертая. Четвертая полярность находится в области человеческого сердца. И опять же, спереди и сзади находятся точки. Следующий центр – это центр подсознания. И так же центр выражения. Это область горла. А вот это – центр сексуальной энергии. Итак, как видите, перед нами – раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь центров. Об этом мы вкратце уже говорили. Забавно, но пару лет тому назад ко мне пришел один из моих бывших студентов и показал мне эту схему в книге, которая называется «Бесконечная паутина». Я был шокирован. Вот эта книга – «Бесконечная паутина». Вот, посмотрите на схему. Вот, посмотрите. Именно об этом мы и говорим. Все эти центры покрыты соединительно-тканной оболочкой. Вот лимбическая система. Мозг покрыт соединительно-тканной оболочкой, то есть фасцией. И остальные центры тоже. Легкие. Живот. И тут тоже фасция. Почему фасция? Потому что фасция плохо проводит электроток. И что происходит из-за плохой проводимости? Что происходит из-за сопротивления? Представим, что это река, и на ее пути возникает препятствие. Что делает река? Она обтекает препятствие. Так и энергия в теле меняет свое течение и перетекает в другие меридианы, другие каналы. Вот так фасция влияет на циркуляцию циф в теле. Так что все эти центры – это, по сути, хранилища энергии. Надеюсь, что вы поймете, насколько это важный элемент, насколько это важное знание. Итак, все это – хранилища энергии. Все эти центры. Все эти центры, все эти хранилища соединены одним главным каналом – коридором. Эти центры впускают и выпускают энергию. Это знание помогло мне понять, как открыть третий глаз. Энергия тут и тут соединена коридором. Это очень важная составляющая «фа-ин». Эта практика состоит из трех звуков. М-А-Ом. М-А-Ом. А-Ом. За счет этих трех звуков весь внутренний коридор вибрирует, что вызывает вибрацию и во всех центрах. М-А-Ом. Звук-Ом позволяет почувствовать эту вибрацию даже всем телом. Если вы чувствуете вибрацию, это значит, вы наладили связь. А-Ом активирует срединные центры. Мы соединяем нижние и срединные центры. И, наконец, при звуке М мы полностью используем весь канал и все центры. М-А-Ом. Для начала посмотрим на копчик. Копчик связан с областью чресел. Центры копчика и центры чресел между собой тесно связаны. Следующий центр находится немного ниже, чем пупок. Ниже примерно на 2-2,5 см. Он называется инчао. Он связан с другим центром Минг-Мэнь. Посмотрите, вот тут крестец. Вот тут крестец, и выше него Минг-Мэнь. Посмотрите, 2 этих центра не находятся на одной и той же высоте. Они не сбалансированы. Позже я постараюсь объяснить, почему это так. Следующие этого центра, Джу-Вэй и Линг-Тай, они уже находятся примерно на одной и той же высоте. Следующие центры, они также находятся на одной и той же высоте. И выше тоже. Лишь эти два центра по высоте расходятся. Центры Датсуэй находятся между дисками С7 и Т1. Вот тут, в верхней части позвоночника. Ниже находится центр Шэн Цу. Для акупунктуры эти два центра, эти два углубления очень важны. Если руки они мили, если энергия в них не циркулирует, то при помощи иглоукалывания в этих точках данная проблема решается. Через эти точки проходят все нервы, ведущие к рукам. Отсюда исходят нервы, ведущие к ногам. Эта часть связана с нервами, ведущими их центральным органом. Этот участок связан с органами чувств. Со слухом, с языком, с чувством вкуса, с глазами, с обонянием. То есть, как вы понимаете, важны все участки позвоночника. Мингмэнь, как мы говорили, расположен достаточно высоко. Вот крестец, и сверху находится мингмэнь. В области почек. Мингмэнь находится тут, чуть-чуть повыше. Почему же он находится выше, чем центр на другой стороне тела? За счет такого расположения энергия направлена скорее вперед, чем назад. Потому что наш разум тоже направлен вперед. Потому что мы наклоняемся назад, а не вперед. Назад нам наклоняться труднее. Поэтому центр энергии на спине находится выше. За счет этого нам проще наклоняться. Это причина такой разницы в высоте. Поблагодарим моего помощника за помощь. Спасибо. Можешь идти. Эти две впадины, эти два углубления, связаны вот с этим элементом. Что это такое? Это аккумулятор. Место, где хранится цель. Из аккумулятора энергия вытекает наружу. Но есть проблема. Выйти энергия не может. Взгляните на людей.